Этот пейзаж я рисую из воображения. Я хотел сначала, ну чувствовал неуверенность, думал продолжить. Вот и одну локацию нарисовал. Дальше я хотел сделать город Хоринис, остров, ну а дальше, не знаю, деревья там получается или что. Но я хотел побольше локаций сделать, но сейчас я думаю просто дорисовать его из воображения, то есть не имея никаких скриншотов перед глазами. Хотя по идее у меня тут ноутбук, я его притащил вчера поздно вечером. Там, кстати, полицейская машина приезжала, ну устаревшая такая жуткая, воронок. И она прямо, как будто бы вот там она высадила каких-то людей и они пошли. А я шел вот и я уже все понял, что сейчас меня постановят, будут проверять мой телефон там, фамилию, имя. Они так делают здесь, здесь как бы, ну как в Америке, только это не Америка. Даже в Америке, наверное, полиция не останавливает просто так человека, а может останавливает. Я уже готов был включать фотоаппарат, полез за ним. Ну, короче, они что-то не стали меня выискивать, не стали выходить и со мной разбираться, не знаю почему. Они могли бы взять, отобрать у меня ноутбук и фотоаппарат. То есть, как бы полиции боишься больше, чем просто каких-нибудь людей там. Ну, может, я не знаю, короче, я ничего не имею против. Мне пофиг, я просто художник, я буду сейчас рисовать. Извините, если я кого-то задел, обидел. Ой, ну, слово обидел табуированное в этом обществе, у нас в этом обществе. Я имею в виду, как бы, не хотел никого задеть, просто я хочу рисовать. Ну, вспомнил, что-то вчера вот такое вот было. Больше, ну, штатив, он больше не сгибается дальше, и он может рухнуть, потому что он держится или как. Ручка, вот, черная гелевая ручка закончилась, придется дорисовывать обычными. Здесь я хочу дома нарисовать, но я, у меня плохо с воображением, я, ну, я не умею рисовать, как бы, никто. И я плохо сейчас прорисую из дома. Здесь, как бы, высший квартал, квартал. Сюда лестница идет наверх в квартал этих качей. Ну, вот они здесь живут, здесь сад у них, там все. Сюда. 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 Сколько-то лет назад сказала, что она открыла для себя Кастанеду. Представь. То есть, вот задумайся, сделай выводы. Хотя я его читал и слушал много раз еще десять лет назад. Много раз. Ладно, неважно. Здесь любят Ницше, любят Кастанеду, любят бойцовский клуб. Понимаешь, не надо… Вот эти все фильмы, они голливудские, они направлены на пропаганду. Я лично убежден, что любое вообще… любое произведение, в основном фильмы, где пропагандируется, что мужчины должны избивать друг друга, быть безжалостными друг к другу. Это вредоносная литература, вредоносные фильмы. И что это просто пропаганда, уничтожение мужчины. Мужчины должны нормально разговаривать, адекватно, по-человечески друг с другом. Прощать друг друга как собственного брата. То есть, мужчины должны иметь солидарность и по-христиански друг к другу относиться, прощать друг друга. Никогда не драться из-за девушки. Никогда. А это происходит постоянно здесь. Да или просто происходит из-за того, что начитался человек «жироселова», как говорит Володя Батхёртов, и стал, короче, альфачом там, типа стал себя альфачом считать. Но только это не защитит тебя от манипуляций со стороны женщины, со стороны какой-нибудь хитрой женщины, которая тебя… Ну да, тебя выберет женщина, но это будет манипуляция на манипуляции. Ну, короче, как хочешь, живи, мне всё равно. Будь альфачом, будь крутым. Только знаешь, это всё искусственно, на самом деле. Не существует альфачей, на самом деле, уже в современном мире. Может, в древнем мире существовали какие-то… Это на самом деле ровно всё наоборот. Деление на альфачей и омег – это глупость, и я могу обосновать это, и не только я. Те блогеры МДшные, которые делят людей на это, они вводят в заблуждение, и они очень сомнительные сами по себе, и внешне, и вообще… Ну, просто они жили в такое время в 90-е, когда это было очень важно, быть крутым там, быть долбоёбом, попрости за мат… Нельзя мужчинам друг друга вообще ни словами, ничем бить. Мужчины должны… Нельзя смеяться, когда мужчину избивает женщина, что очень часто развито в СНГ. Ну, мне лично выбивало глаза. Чуть… Если бы я не сопротивлялся, она бы мне просто выбила глаза. Я был бы сейчас слепым и просто лежал бы слепой. И её парень смеялся, и остальные парни, которые были вокруг, смеялись. А девушки, работницы… Хоть она их напугала и вела себя… Ну, пьяная была она… Или под наркотиками, или чё… С милирными волосами. Блин, в Саудовской Аравии её бы просто побили камнями, но здесь камнями побьют парня, который посмеет ей сопротивляться. И девушки были солидарны с ней, даже с этой вот, которая украла у них телефон. Представляешь? Они говорили «Ой, ей же больно!» Типа, когда я её просто скрутил, чтобы она не избивала меня. Они говорили «Ой, ей же больно!» И она стала притворяться, что ей больно, сразу такая «Ой, мне больно!» А сама смеялась при этом, это на видео слышно. Ну, короче, здесь ничего уже не изменить, это вмирающе. Ну, вот такие вот… Люди вот этой вот такой вот национальности, ну, которые смеются над тем, как парни избывает девушка, россиянка… Скоро мы будем либо порабощены, как говорит Володя Подхёрдов, либо… Ну, у него дурацкий ник, конечно. Да и меня бы он посчитал просто ничтожеством на себе увидел. Просто ты пойми, что я скрипач бывший, и я художник. Ты же сам говорил, что творческие люди, у них свои заебы есть, как ты выражаешься. Так что уж… Прости, что я такой… Я, по крайней мере, продолжаю держаться, продолжаю бороться за жизнь свою, несмотря на то, что у меня столько произошло, столько я пережил… Ну, ладно, неважно… Это… Всегда вот, когда рисуешь, только женщины сразу, не разбираясь, начинают нападать, сразу начинают кричать, что сейчас вызовут полицию и так далее. А мужчины, они… Если… Если и кто-то из них нападает, агрессия, да, то он всё-таки пытается разобраться, что именно, в чём дело, что я там такое написал на стене. Если он видит, что там нормальная надпись, типа, что я художник, мне очень одиноко, у меня нет друзей, пожалуйста, помогите, то, если это, ну, хороший, нормальный мужчина, то он не станет это уничтожать. А вот женщина здесь, вот, местная, я не говорю про всех, они всегда уничтожают. Ну, может, это не женщина уничтожала, не знаю, но они всегда, не разбираясь, сразу нападают словесно, либо физически, и физически, и словесно одновременно. И что интересно, ты не равняй их по себе, им словесная перепалка – это норма для них. То есть мои родители, например, бабушка с мамой, для них вообще норма общаться была всегда. И для многих вообще в России общение агрессивное – это вообще абсолютная норма, которая оставляет общение, которое для мужчины сильный стресс вызывает, и который может довести мужчину до суицида, до того, что он напьется там, или пойдет там, попадет в тюрьму, что-то сделает. Для женщины, как бы, здесь, для многих, не для всех, я не говорю за всех, я люблю женщин, я люблю девушек, я гетеронормативный, к сожалению. Потому что из-за того, что я гетеронормативный, у меня нету ничего вообще в жизни здесь, в России хорошего. А если бы я не был гетеронормативным, у меня был бы, во-первых, лобби, поддерживающее меня, то, что я художник, меня бы поддерживали, я бы легко пробивался везде, где надо, любовь бы получал. Потому что девушки здесь любят, я не знаю, во всем, во всей России ни одна девушка, кроме одной, не любила меня никогда. Представляешь. Но я при этом гетеронормативный, несмотря на то, что в школе я пережил, то, что у меня в школе один рыжий чел, когда я учился в третьем классе или во втором, он, он это, этот чел, короче, когда я учился в третьем классе, он у меня делал мне, как она, а вот минет, короче, делал этот чел. И несмотря на это, я остался гетеронормативным, абсолютно мне сняться девушке, сняться девушке, например, и так далее, то есть, которая разлюбила меня. То есть, несмотря на всю вот эту вот Россию, на всю эту школу, где с третьего класса матерятся, курят, пьют, и все, все, в Содом и Гаморре, и все взрослые явления, которые вы отдаете детей в школу, там нет Бога. Для вас Бог стал табуированным словом, для вас Бог стал чем-то таким, да? Ну, это понятно. Но вы не удивляйтесь, что ваши дети вырастут просто обычными, как говорил Иван Амас, рабами системы. Не удивляйтесь, что они со второго класса начнут материться, курить, пить, с третьего, пятого класса курить, пить, материться, Сначала начинают материться, потом сексуальный, всякий разврат, там, потом это, 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 всякая дичь происходит. Я не знаю, короче, как хотите. Скоро вам вообще запретят не отдавать детей в школу. Государство запретит на законодательном уровне. Или хотя бы разговаривайте со своими детьми, если... Ну, хотя это бессмысленно, потому что вы переведете в другую школу, там всегда найдется такой чел, который... Ну, хотя бы скажите своему ребенку, что если там чел рыжеволосый отсасывает член, то, как бы, это не совсем что-то такое. Ну, в принципе, толерантно, да, относимся, но мы же россияне, мы толерантные, но... Как бы... Ну, как бы, не знаю... Ну, ты сам понял, да, не буду говорить. Короче, не буду дальше ни о чем говорить, сам решай, сами решайте. Я не хочу вас ни о чем, ни о чем представить. Пусть ваши дети... Это только я исключение, это я неудачник, мне такое попалось. Ваши дети вырастут отличными, в систему вольются, будут работать в банке, в частном банке или в государственном банке, или еще на какой-нибудь крутой профессии. Зарабатывать деньги, ведь эта система основана на деньгах, все здесь основано на деньгах. А Володя Батхёртов говорит, что, если тебе говорит, что кто-то, мужчина или женщина, что не занимайся своим хобби, потому что оно не приносит тебе деньги, что хобби должно принести деньги, то он называет таких людей, таких называет бытовыми, что это просто перед тобой бытовая проститутка. Я с этим согласен. Ну, я как бы не согласен, я не стал бы так говорить, но просто вот интересное мнение, я никогда такого не слышал. Вот я занимаюсь творчеством, у меня нет денег, и меня постоянно упрекают в том, что у меня нет денег все, даже друзья, абсолютно все. И даже презирали, и, может быть, даже избил меня чел там один из-за того, что считает меня паразитом, что я не зарабатываю денег. А в чем суть паразитизма? В том, что я не зарабатываю деньги, но при этом у меня есть хобби. Я созидаю, если ты против системы, почему ты против паразитизма? Почему? Ну, я могу понять тебя. В принципе, потому что как-то неприятно, когда ты работаешь, а другой чел не работает там, типа, тебе как бы кажется это несправедливо, ну, это несправедливо реально. Я понимаю. Я из воображения сейчас рисую. Это вот верхний квартал, а здесь идет нижний квартал. Я не знаю, видно, нет, я просто из воображения рисую, я даже не включаю ноутбук, потому что его даже некуда поставить. Хотя можно сюда поставить, но... Ну, если бы я видел сейчас скриншоты из готики, было бы лучше, рисунок был бы лучше. Но я именно испытаюсь из так называемого воображения нарисовать. Здесь идут дома, 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 здесь идут вот так, здесь идут дома. Здесь очень много деталей надо прорисовывать. Я просто даже не... Я хочу просто из воображения рисовать. На самом деле стоя не очень-то удобно рисовать вот так. А вот мелками удобно рисовать стоя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Это песня, если что, я не пропагандирую ничего. Короче, получится фигня какая-то, потому что я у меня не очень-то с воображением. Я, как бы, беспомощен немножко сейчас. А, разряжается опять батарея. Все, сейчас вырубится. Капец. Батарея постоянно разряжается очень быстро, долго заряжается. Это китайская. Но я все равно буду рисовать. Потом, когда зарядится, включу. She doesn't think I'm sexy, but I can let that get to me. She doesn't think I'm sexy, but I can let that get to me. Здесь паладины стоят. Я хочу больше людей начать прорисовать. Фигурки людей. Битвы. Ладно, сейчас вырубится уже. Батарея. Уже все. На исходе. Факет. Гив me hat, and then she keep giving neck to me. I ain't got no chillin' me. Girl, you got envy me. They don't see me, less I pull up, Lamborghini, everybody wanna be me, till I pull up, and they meet me, I'm a dust, so sweet, I'm a... Смотри, какую я фигню придумал. Умён не по годам, да? Удобная очень штука, удобнее, чем линейка, хотя и линейка редко очень пользуется, вы её можете заметить по кривым линиям. Fuck it till she write, and then she keep coming next to me. Fuck it, give me head, and then she keep giving neck to me. I ain't got no chillin' me, girl, you got envy me. Я думаю, что это то, что-то на меня напало, это когда я рисовал за свои средства бесплатно для реализуя свою мечту. Это меня Бог наказал за то, что я попросил у Него помощи, чтобы рисунок получился хороший. А это кощунство в шоуруму какую-то, фастфуд, просить у Бога помощи в этом, как и кощунство просить денег у Бога. Поэтому я даже не знаю, что попросить. Ну, здоровье, здоровье уже никак, даже Бог не поможет мне. С здоровьем. Я просто могу попросить у Бога девушку, не попросивши у Бога, потому что здесь это абсолютно безумно. Я уже знаю, ну, я уже сколько, ну, здесь, да, короче, я не знаю, попросите у Бога просто, чтобы Он… Просто спасибо, что Ты есть, и прости нас за все грехи, которые мы совершили. Извини, что я там матерился. Хотя каждый здесь говорит, разговаривают люди на матах, особенно девушки, я часто слышу. Ну, я не осуждаю, ничего, просто немного кажется странным. Она не злится ни на кого, она просто разговаривает матом при своем ребенке причем. И при мужа. И муж, муж не скажет, и зачем ты материшься при ребенке. Ну, короче, муж – нормальный человек. Да и меня самого с детства, отец давал слушать матерные песни, ему подпевали. Это Россия, детка, что ты? Это Россия, детка. Это провинция, в России где-то. Даже в Петербурге, мне кажется, матерятся-то еще как. Да я не знаю, мне не важно, не важно. Ну, пожалуйста, Бог, помоги, пожалуйста, мне просто, чтобы я научился хорошо писать краской. И чтобы Владимир Красный продал мою картину и получил десять, двадцать или двадцать.